Мира, всего мира. История мира это история интеграции на самом деле, начиная с живнейших времен. Мир развивался через интеграцию, по-другому в этом мире и не было развития. В этом смысле показатель, например, Абхазии, которая входила в состав практически всех интеграций, интеграционных объединений, которые были в мире. Правда они назывались по-другому, так сказать. Это была, допустим, Римская империя. Подними руку, что ты. Абхазия входила в ее состав. Мало того, значит, первый Икейский собор, который был в 1932 году, Абхазская делегация принимала участие там. И принимала те решения, которые по сегодняшний день актуальны, так сказать, имеют значение. Абхазия входила в состав Византийской империи. Абхазия входила в состав Османской империи. Абхазия входила в состав Российской империи. Она была в составе, естественно, Советского Союза. На территории Абхазии для временевших времен присутствовала греческая цивилизация, допустим, город Геоскурия был, какой-то сказать. Это одна из первых таких цивилизаций в мире, которая была. В Абхазии присутствовали генуэцкие фактории, которые в те далекие времена, так сказать, торговали, значит, в Абхазии. Через Абхазию проходил один из путей, вернее, Великого Шелкового Пути. То есть мы всегда находились на пересечении, всегда были, так сказать, в фасаде вот этих империй. И удивительным образом Абхазия вбирала в себя все то лучшее, что было в этих империях. Ведь не все было плохо, так сказать, да, было и хорошее, так сказать. И в порядке юмора, значит, в Абхазии сегодня присутствуют, наверное, все религии, которые есть в мире, да, представленные в Абхазии. Это и православие, безусловно, со своими храмами. Абхазия, вообще-то, ревнейшая православная страна. Это и католичество со своими храмами. Это и иудаизм со своей синагогой. Это и ислам с мечетями, так сказать. Есть, значит, у нас баптисты, допустим, и самые разные, так сказать, вероисповедания. Буддисты представлены в Абхазии. И все это, так сказать, при этом еще существует традиционное абхазское вероисповедание. Это одна из немногих монотеистических религий, дохристовых, которые сохранились по сегодняшний день. В Абхазии это присутствует тоже. И когда мы, значит, пытаемся понять, а почему же так произошло, да, все это есть и все очень органично в жизни Абхазии присутствует. Ну, в порядке юмора мы говорим. Всегда, значит, к нам приходили завоеватели, Абхазии завоевывали, да. В те времена, так сказать, бели по-другому не развиваются. И первое, с чего начинали, у вас Бог неправильный. Абхазцы спрашивали, а какой Бог правильный? А вот наш Бог правильный. Ну, он хороший, да, ну пусть будет. То есть толерантно относительно, но это в порядке юмора. На самом деле, все было, конечно, не так, все было по-другому. И если следовать этой логике, да, то нынешнее время распалась огромная держава, да, Советский Союз. Это трагедия на самом деле. И она распалась не только потому, что там были какие-то ошибки в кадровых вопросах и так далее. Было прямое предательство на самом деле. Почему-то об этом мы не говорим. Предательство СССР тех людей, которые возглавили в тот период Советскую День Равы. Никаких, по большому счету, предпосылок к распаду СССР не было. А было прямое предательство. Об этом надо говорить прямо. Я думаю, это время пришло уже, когда об этом надо говорить. Но что делать, так сказать? Держава распалась. Возникло очень много новых государств. И перед этими государствами возникла дилемма. Опять участие в индикационных проектах. И если они не объединятся в тот проект, который мы предлагаем, да, мы на протяжении многих лет, вот вместе с Павлом, Галифулиным и многими здесь присутствующими товарищами, эту идею постоянно озвучиваем и говорим о ней. Так вот, имейте в виду, что все те 15 республик, которые были в составе ТУССР, они стоят и дилемой вхождения в новые индикационные проекты. Как правило, создание нового объединения, да, во всяком случае, на ТУССР было сопряжено с большой кровью, с большими войнами. Вот именно это мы сегодня наблюдаем на территории Украины, которая пытается войти в другой индикационный проект, который называется Европейский Союз. При этом, значит, они отрицают вообще всякую идентичность с Россией. И, видимо, это вот такая вот возможность самоидентифицироваться украинцам, как народу, так сказать, доказать, что они народ. И вот они выбрали такой путь. А этот путь очень крова, очень тяжелый. И он, на мой взгляд, не приведет к хорошему результату. Вот Абхазия, она маленькая, да, но она может рассматриваться даже как лаборатория, да, вот даже так можно на нее посмотреть. Потому что те же процессы, которые происходят в Абхазии, они происходят, в принципе, везде, на территории Большого Союза. Но поскольку Абхазия маленькая, там быстрее можно это увидеть и понять, куда же надо двигаться, на самом деле. Так вот, я вам хочу сказать, в Абхазии, значит, Абхазия сегодня является независимым государством. Это высаданная вещь, это, значит, этому предшествовало большое национально-освободительное движение в свое время. И завершающим этапом была очень кровавая война, 28 лет назад в Абхазии закончилась с республикой Грузии. Кстати говоря, тоже как результат крушения СССР и попытка создания в Грузии нового интеграционного проекта, куда они пытались с силой втянуть Абхазию. Ну, Абхазия, так сказать, отказалась от этого, пришлось защищаться. И во время войны в Абхазии практически все народы России были представлены, так сказать, в виде добровольцев у нас в Абхазии, чтобы вы понимали. Ни один кавказский народ не поддержал, когда грузинскую сторону. Многие люди воевали на стороне Абхазов как добровольцы, потому что справедливость была на стороне Абхазии. И вот сегодня, после того, как закончилась война, было обращение, значит, Абхазского руководства к Российской Федерации, и была выражена готовность войти в состав Российской Федерации на условиях, на которых находятся там, значит, республики, которые входят в Абхазовую сегодня Россию. Было отказано. Тогда обсуждался другой вариант, вариант ассоциативных отношений между Россией и Абхазией. Ну, по сути дела, это то же самое было. Тоже отказались, потому что международная обстановка, она не давала, значит, возможности решить эту работу. Параллельно мы ввели переговоры с грузинской республикой о возможном едином государстве, которое мог бы состоять как федерация, либо как федерация, либо два родственных субъекта создают единое союзное государство. Все три варианта не прошли. И вот только в 1999 году мы приняли решение, провели референдум и образовали свою страну, Абхазию, объявили ее демократическим государством и идем по этому пути. И естественно, что никто... Сегодня уже в Абхазии выросло новое поколение людей, молодежь выросла, которое никому не уступит вот это завоевание, а это уже высвознанная вещь. Но идея евразийства абсолютно симпатична для людей, которые проживают в Абхазии. Ведь мы все понимаем, что в этом мире нельзя вот какими-то глухими заборами отгородиться и там как-то не общаться с окружающим миром, да. И вот из всего того многообразия вариантов, которые есть, да, наиболее симпатичным и наиболее органично приемлемым является именно евразийская идея, которой мы вот уже очень много лет с Павлом занимаемся. Я хочу выразить ему большую благодарность, что эту систему он ведет очень давно, и при отсутствии всякого финансирования, нет никаких денег на эти проекты, так сказать, и так далее, все равно он умудряется, они стоят на месте, и в книге выступает, имеет единомышленников в этой большой территории, которая раньше называлась Советской Союзной. Большое спасибо за внимание, я величоким поддерживаю создание вот этого нового движения и всеми силами участвую. Спасибо. Спасибо, Лунин, говорю правду.